Друзья, всем привет! С вами Антон Воронков, вы на канале MyGT.ru. Сегодня у нас такой экспромт-выпуск. К нам приехали ребята, приехали они из Москвы. Это компания АМП. Правильно? Правильно. АМП, да. Это Георгий. Еще приехал Андрей, но Андрей не хочет показываться, поэтому мы не будем его снимать. Ребята занимаются дистрибьюцией в России и представляют бренд эксклюзивно, бренд Heavens. Бренд Heavens сделается он в Арабских Эмиратах, объединенных на заводе Оскар Лубриканс. Известный завод, который производит одноименный бренд для Арабских Эмиратов и для внешних рынков. Вообще Оскар Лубриканс, сколько я знаю, компания такая достаточно большая. Завод у нее, но относительно большой. Да, большой завод, они 25 лет на рынке уже и в 45 странах представлена продукция этого завода. В Анжимане находится завод сам, а представительство брендов Арабских Эмиратов находится там же, где, в принципе, все остальные находятся в индустриальном парке. И с правой стороны от Пальмы, от Джамела Али, Пальма, которая большая самая. Вот с правой стороны от них индустриальный парк, и там находится, собственно говоря, представительство. Про бренд. Мы являемся эксклюзивным представителем бренда в Российской Федерации. Считаю это важно для здорового развития бренда, потому что масло прозрачно попадает в страну. Все дистрибьюторы видны на сайте нашем, на сайте havens.lubricants.ru. И, соответственно, человек может понять, как эта канистра, стоящая перед ним в магазине, попала сюда. Георгий, расскажи, пожалуйста, чем занималась раньше компания? Какой у вас в вашем портфеле опыт работы с масочными материалами? Может быть, раньше чем-то подобным занимались? Или, может быть, руководство занималось раньше чем-то подобным? Как вы пришли к тому, что начали заниматься брендом Havens? У нас очень сильная команда из людей, которые раньше занимались дистрибьюцией других смазочных брендов. И по разным причинам все захотели собраться в одну сильную команду. Ну, сами понимаете, когда не устраивает работодатель какие-то, ну, вот такие проблемы. А здесь что-то новое, что-то сильное, всем хочется взять и вот... А откуда пришли? Секреты или можно об этом говорить? Все из разных мест. То есть, одни работали в дистрибьюции, там, масло номер два в России, все уже знают, что хотят от канистры, от содержания ее, от самого бренда, то есть, от рекламы, вот, ну, то есть, полностью всем виден итог, финал и процесс, самое главное. То есть, профессионалы, мы этим занимаемся на должном уровне. Для меня стало странным и необычным, то, что, на самом деле, бренд Havens есть, присутствует и в нашем регионе, в частности, в Новокузнецке есть, да, в магазинах, и в Новосибирске. Ребята приехали сюда сегодня, в Новосибирск, купили для меня специально в нашем новосибирском магазине, вот этот, как раз, канистру, четырехлитровый, и плюс еще литрушку, и привезли мне, как для моего музея, как экспонат. Вот, они купили в Новосибирске у своего собственного представителя. Это для меня оказалось странным, потому что я часто посещаю, на самом деле, магазины по всем регионам российским, и не встречал раньше бренд Havens здесь вообще, в принципе. Что людей интересует больше всего, это, конечно же, завод, потому что Арабские Эмираты, достаточно специфический такой рынок, и с точки зрения производства нефтепродуктов, там есть абсолютно разноуровневые структуры, которые делают, вот, реально, настолько разные по качеству масла, потому что сами арабы, они к маслам по качеству достаточно непритязательны. Они любят покрасоваться, хорошие машины, классные, и так далее, но в плане масел, как бы, они, как бы, там, всеядные такие, грубо говоря. Может, кто-то со мной не согласится, но, как бы, я считаю, что, вот, мое мнение такое. Завод. Завод, это завод Oscar Lubricons LLC, он находится тоже в отжимании, там же в отжимании находится, вернее, завод, ну, относительно старый, по-моему, если не ошибаюсь, с 98-го года они начали заниматься смазочными материалами, хотя могу ошибаться, я, честно говоря, не помню. Да-да, 25 лет ему. Там, по-моему, человек, который владелец этого завода Oscar Lubricons, насколько я знаю, он раньше работал в Total во Франции, потом из Total он оттуда ушел, и у себя в стране создал, собственно говоря, собственную структуру свою, насколько я помню. Я могу ошибаться, потому что, честно говоря, не подготовился к материалу. Про бренд Хейванс, кстати говоря, я вообще не знал, раньше абсолютно, то есть, может быть, как-то краем уха слышал, но особо не сталкивался. Так вот, завод в отжимании, есть какие-то, может быть, материалы, видео по заводу, или, может быть, фото, может быть, потом сделаем, вернее, ссылочку в описании к этому видео? Да, есть видео, фотоматериалы с завода, упаковочная линия, разливочная линия, как наш бренд, наши канистры едут, упаковываются, и весь процесс прозрачен, как они произвелись, сложились в коробке и приехали к нам. В МСДСках указывает, соответственно, за химическую безопасность именно конкретно завод в отжимании, да, именно Oscar Lubricons. Сразу заранее скажу, в описании к этому видео есть возможность написать комментарии, поэтому всех интересующихся этим брендом огромная просьба писать в комментариях вопросы. Вот Георгий будет на эти вопросы, ну, по возможности отвечать, либо сотрудники... Да, да, мы будем в комментариях посматривать ваши вопросы. Давайте сделаем в таком формате, потому что бренд новый, я, честно говоря, про него вообще ничего не знаю, как бы, и люди, есть некоторые, которые его уже... Уже сейчас покупают, тем более он продается и у нас в Сибири, как оказалось, и у Кузнецких, и в Кемерово, поэтому думаю, что многим будет интересно услышать. Из первых уст про бренд вопросы задавать, может ли кого-то интересует технические моменты какие-то, может ли кого-то интересует именно взаимозаменяемость продуктов, да, или чем можно сейчас заменить какой-то определенный продукт брендом Hayvans и так далее. Пишите в комментарии, ребята постараются ответить. Я после этого материала размещу у себя на Ютубе, скину им ссылочку, они будут следить и на комментарии на ваши вопросы отвечать, потому что это будет более правильно, чем это буду делать я, потому что люди ближе к теме и, собственно говоря, с этим заводом работают уже давно и знают, что ответить. А вот что касается перспектив, какие перспективы у вас есть по этому бренду, что ты думаешь по поводу продвижения его в России и развития этого бренда, как сейчас происходит вообще ситуация с ним, что творится? Ну, Антон, ты уже про это говорил, что ты удивился, когда узнал, что в твоем городе это масло уже стоит на полках, соответственно, мы стремительно развиваем дистрибьюторскую сеть, ищем дилеров, наше масло появляется в магазинах и на это все соответствующее продвижение будет накладываться, то есть перспективы большие, желание бешеное, как говорится. А как люди реагируют на этот бренд? Потому что, я объясню, почему вопрос такой задаю, вот, мое личное мнение, что у нас в Сибири на Востоке, да, к брендам из ООЭ и к брендам турецким относятся, ну, немножко предвзято, их очень тяжело воспринимают на самом деле, не знаю, с чем это связано, но потому что, наверное, близость Японии и Кореи к нам ближе. Все-таки корейские масла, японские у нас приживаются гораздо лучше, да, в принципе, наверное, это касается вот этого всего общинного региона до Урала, грубо говоря, вот, это у нас, на Западе России, возможно, ситуация другая, как ты считаешь сам, тяжело продвигать бренд Хэйвенс, вот, с чем вы сталкиваетесь, с каким там неприятием людей, может быть, или там противодействием, или наоборот, там есть у людей желание что-то новое приобрести? Ну, естественно, есть вопросы по стране происхождения масла, у них песок, у них жарко, у них море, у нас здесь зима, у нас горы, у нас холодно, температуры замерзания вполне себе подходящие для всех полос России, то есть там вплоть до минус 52 градусов, все это подтверждено, помимо паспортов продукции, еще результатами из лабораторий, и, ну, нету той истории, что, как бы, Арабские Эмираты, какие-то там непонятные люди, тут большой завод, как ты уже сказал, организованный человеком, который знает в масле, понимает в процессе производства, и, соответственно, все хорошо, эти вопросы удовлетворены со стороны людей, и, как бы, ответы на них есть. Ну, действительно, на самом деле, насколько я знаю, что Оскар Лубриканс, который в Аджимане, там, это хороший завод, большой, по крайней мере, то, что он производит по Оскар, они действительно поставляют в разные страны, в кучу стран разных, там, не знаю, кстати, в Эмиратах, в самих, вот, Оскаровские масла, которые они производят, их, самый основной бренд, скажем так, этого завода, все-таки, это же не Хейванс, это все-таки Оскар, самый основной бренд. Ну, по идее, да. Вот, в самих Эмиратах, я, вот, честно говоря, особо нигде не встречал, я в Эмиратах был очень часто, и по магазинам, по автомобильным магазинам ездил везде, там, везде, все эти супер-мейджеры, Мобилл, Шелл и Кастрол и так далее, и очень немного, на самом деле, встречается местных брендов, встречать эти трети можно достаточно редко, и вот бренд Оскар, я тоже там не встречал, как и Хейванс, возможно, они продаются где-то локально, ближе уже, предприятиям, заводу, там, где-то находятся, может быть, торговые точки, или, может быть, где-либо, там, в небольших магазинах, по крайней мере, в больших магазинах, крупных, которых там, в принципе, немного, я не встречал эти бренды, как вы информацией обладаете о том, сколько они продают у себя внутри страны Хейванс, или вообще он, в принципе, не продается, делается только для внешних рынков? Для чего сделан был бренд Хейванс, если не для продажи внутри, например, страны, или Аравских Эмиратов, да, там, и где продается он еще, в каких странах, куда они его поставляют, потому что этот бренд был сделан, ну, дьявол для каких-то целей, потому что у Оскар Лубриганс, LLC, есть свой бренд, но, получается, что завод не монобрендовый, то, что они производят еще и Хейванс. Для каких рынков был сделан Хейванс? Бренд Хейванс широко представлен в азиатских странах, и мы уже съездили и получили эксклюзивные права, чтобы распространять его на территории России, то есть, изначально это масло на азиатский рынок было. А какие страны конкретно? Вьетнам? Вьетнам, ну, вот и... То есть, я так понимаю, что заказчики изначально на бренд, наверное, скорее всего, были все-таки из Вьетнама, скорее всего, да, потому что бренд был сделан просто азиатские страны. Ну, да, то есть, бренд достаточно молодой, но уже был представлен в азиатских странах, и потом он приехал в Россию. Сразу возникает вопрос, смотри, бренд для России, вы, как дилеры, вы можете, грубо говоря, на заводе давление оказывать в сторону того, чтобы делали более низкой температуры, например, показатели по маслам, или вообще, в принципе, линейка более приспособлена для российских реалий. Это что-то происходит подобное, или вы просто довольствуетесь тем, что вас предлагают завод-производители, и от этого отталкиваетесь? А это и не требовалось. В тестах, когда приходят из лаборатории, видно, что это масло ничем не уступает брендам, которые ушли с рынка, а мы пришли на их замену как премиум бренд, и наше масло соответствует полностью, и не нужно даже с заводом вести переговоров. Смотри, по тестам, по результатам анализов, вы делаете, я так понимаю, не в МИЦ ГСМ анализы, а делаете в Екатеринбурге. Да, Екатеринбург нам поближе, ОРЦ. Там, наверное, на самом деле даже более развернут анализы, по частности, они делают спектр с объяснениями, по пекам, это, наверное, более правильные анализы делают. Ну, не во виду ребятам из МИЦ ГСМ, с которыми, возможно, встречаешься через пару дней. Вот, анализы эти где-то можно по запросу получить, посмотреть, они размещены где-то у вас, может быть, на ОКЛАБе, например? Пока мы не публиковались на ОКЛАБе, эти анализы есть у наших менеджеров по продажам, то есть люди, которые заинтересованы в распространении, в оптовой покупке масла, они могут у менеджеров эту информацию получать. Вопрос очень прикладной. По МСДСкам, ТДСкам, я так понимаю, что на сайте глобальном, oscarlubricans.com, там есть МСДСки, ТДСки, в том числе и на продукты Heavens. Да, да, вся информация есть на сайте именно завода. Технические характеристики вы можете посмотреть там, а по поводу результатов анализов, которые ребята делают в Екатеринбурге, вы можете сделать запрос. В описании к этому видео, еще раз напомню, можно писать комментарий, задавать любые вопросы по продукции Heavens, которая представлена на российском рынке. И думаю, что если вы какая-то структура оптовая или магазин, либо, грубо говоря, какой-то мелкий или крупный оптовик, вам ребята ответят и пришлют все сопровождающие документы, в том числе и результаты анализа, которые они уже сейчас делают. Да, да, у менеджеров по продажам вся информация есть, они тоже осведомлены и могут ее сбросить. Линейка Heavens. Что вы увидите в Россию? Какая линейка у вас самая такая продаваемая? Что у вас продается меньше всего? С чем вы столкнулись? Может быть, закупили уже и это вообще не продается? Вот такие вещи? Линейки на самом деле у нас все востребованы. Это три синтетических линейки, две легкомоторки и одна для тяжелонагруженной техники. И три линейки полусинтетических. Одна для тяжелонагруженной дизельной техники и две легкомоторных. А индустрию возите? Индустриальные масла? Да, да, это тоже все есть. То есть гидравлические масла, компрессорные, турбинные. С марта прошлого года у нас на рынке начало появляться все больше и больше брендов из Турции, из Арабских Эмиратов, из этих стран, которых раньше в принципе вообще никто не возил, они там продавались максимум в Казахстане где-то у нас. Вот у меня за столом, за столом за моим лежит несколько брендов таких из Арабских Эмиратов. Я сейчас не буду показывать их, якобы не рекламировать. Составляют ли они вам конкуренцию? Ты конъюнктуру рынка изучаешь, какие бренды из Арабских Эмиратов появляются параллельно с вашими и что они себе представляют по соотношению с вашим брендом? Ну, я не вижу конкуренции в этом. Я, конечно, поглядываю. Во-первых, мы премиум бренды, мы премиум не просто так, это то, что внутри канистры, сама канистра. Отношение к распространению, вот такие вот вещи. И масло, которое приехало, мы отдаем на тест. Каждая партия проходит входной анализ. И, соответственно, у нас все прозрачно видно, что, где и как. Это важно. Георгий, а премиум бренд, что ты подразумеваешь под премиум брендом? Что это значит, по твоему мнению? Это современная продукция, которая отвечает самым современным требованиям и может быть залита в самые современные агрегаты. Цена образования. Вот какой продукт самый ходовой, бестселлер, какой-нибудь Илсак, GF6A? Кстати, они маркируют по Илсаку тоже маркируют? Да, да, и 6А, и 6Б, и 5-ый Илсак, все у нас есть. Вот по Испишке, по Илсак GF6A 530, какой-нибудь там не супер навороченной линейки, а стандартной. Сколько стоит продажа, оптовая цена? Оптовая цена где-то 3600 за канистру 4 литра. Ну, это не дешево, скажем так, 3600. Это где-то на уровне того же самого Мобила, который сейчас вывозится в Россию. Это оптовая цена 3600. В продаже стоит у вас на полках, они, наверное, там 4600-4500 примерно в среднем. 4400, да, вот где-то так. У нас есть рекомендуемая розничная цена, про это тоже стоит сказать, чтобы не было никаких демпингов со стороны. Как вы прослеживаете, как вы работаете? Ну, это правило. А маркетплейсы вышли уже? Да, да, есть на площадках наше масло. Озон, Вайлберис, Яндекс.Маркет, ВКонтакте. ВКонтакте даже есть? Да, даже ВКонтакте можно купить Хайвенс. Вопрос нескромный, задам сразу. Смотри, я, ну, последние годы, понятно, до последнего 2 года примерно, в Арабские Эмираты я не ездил, потому что тут ситуация такая, что, в принципе, я никуда не ездил, кроме как по России. Возможно ли следующая тема? Есть ли, например, в Арабских Эмиратах запрос сделать по посещению завода по съемкам? Либо, может быть, какие-нибудь ваши сотрудники там будут снимать видео, и потом мы дополнительный материал разместим? Такие варианты возможны, в принципе? Ну, на самом деле, так же, как и вы, мы стали редко очень бывать на заводе, то есть какие-то договоренности съездили, получили, и сейчас пока тяжело с этим. Но если мы поедем, то, в принципе, да, можно снять видео, сбросить вам. От меня просьба большая, если получится у вас договориться, например, о поездке на завод и о съемке на заводе, как бы я думаю, что это будет вообще всем интересно, и это для бренда будет хорошо, и как бы я с удовольствием бы снял, поехал, это все было бы за мой счет, просто людям показали бы, что за завод. Потому что завод «Оскар Лубриканс» в Эмиратах, он не самый такой маленький, скажем так, он нормальный завод. Думаю, что у них там все достаточно хорошо сделано должно быть. Потому что рекламные посты, рекламные видео – это одно, а завод по факту, на самом деле, как он выглядит физически, и когда снимаешь его сам, это совершенно разные две вещи, в этом я уже давно убедился, поэтому, конечно, если бы это произошло, это было бы прямо на пользу всем. Если так получится сделать на будущее, я буду очень рад. Да, конечно, мне самому хочется оценить масштаб и побывать в Эмиратах. Я давно там не был уже, поэтому с удовольствием съезжу и поснимаем, если получится. Если поеду, кстати, я маякну, может быть, получится договориться с ребятами о поездке. По базовым маслам присадкам, в принципе, все ясно. Арабские Эмираты, заводы в Арабских Эмиратах работают с теми же четырьмя производителями крупнейшими. Мировыми – это Infinium, Lubrizol, Efton и Aronite, как и все остальные. В мире, кроме России, сейчас, наверное, Китай работает еще. Базовое масло – это Aramco. Да, в Саудовской Аравии закупается базовое масло. Такая Аравия находится там в двух шагах, поэтому, естественно, базовое масло у них есть в переизбытке, скажем так. Единственное, что меня смущает, это общая тенденция в ОАЭ, в которой, на мой личный взгляд, я так считаю, что там к маслам относится все-таки достаточно поверхностно к качеству масла. А, в принципе, они задумываются о том, какое масло заливают в этом плане. Ну, конечно же, я могу ошибаться, может быть, это и не так. Время покажет. По крайней мере, сейчас многие бренды из Арабских Эмиратов тоже, в том числе и как Heaven, входят на рынок, и время все расставит на свои места. Еще пара, тройка, может быть, пять лет, те бренды, которые окажутся неконкурентоспособными, они уйдут с рынка, а те, которые окажутся конкурентоспособными, они останутся. Сегодняшняя встреча была спонтанной, потому что, на самом деле, у меня была договоренность с ребятами из Heavens, что я посещу их послезавтра в Москве, но они сами превентивно приехали сюда в Новосибирск. Для меня это было, ну, немножко неожиданно, поэтому, к сожалению, к огромному я не совсем успел подготовиться по материалу. Обычно я так не делаю, обычно я всегда заранее готовлюсь и узнаю там о заводах, информацию о том, кто, где и зачем. А эти дни были бы у нас просто абсолютно сумасшедшие, поэтому я, к сожалению, просто тупо не подготовился, поэтому всю ответственность за техническую информацию я перекладываю на ребят из АМП. Комментарии к этому видео пишите все интересующие вас вопросы, и Георгий, и сотрудники. Да, я отвечу, потому что, во-первых, я в этом заинтересован. Да, будет отвечать. Это очень важный момент, очень важный, потому что мы многое могли в беседе упустить, во-первых. Во-вторых, у ребят самолет уже через часа полтора примерно, и нам засиживаться особо некогда, потому что им нужно успеть. А в Новосибирской пробке начинается через полчаса уже такие, ну, не московские, конечно, но такие жесткие. Пока задавайте вопросы, не стесняйтесь. Важные моменты. И еще чуть-чуть не упустил один момент, что касается логистики и вообще работы с арабами как с поставщиками. Как это все сейчас происходит, как происходит логистика, через какие страны все везется и как это вообще выглядит. Везется маслом морем в контейнерах, выгружается в Новороссийске, и контейнер, прям не разбираясь там в порту, едет на склад. А по времени сколько это занимает? Да достаточно быстро, то есть, если есть какая-то потребность, мы говорим на завод, что нам нужны какие-то продукты в таких-то объемах, это грузится, ну и вот сколько времени нужно ему проплыть, это самый долгий этап доставки. Сколько пробудет в море наш контейнер. Логистика, есть какие-то сложности с логистикой или все нормально там? Ну, конечно, бывают, но это наши проблемы, мы серьезные люди, серьезная организация и не будем там свои проблемы как-то на потребителей выгружать. Все в порядке, масло есть, хорошее масло, проблем нет. Спасибо, что заехали, приятно было познакомиться, встретиться. Надеюсь, что про многие бренды, о которых я сейчас рассказываю, мы услышим еще через 2, 3, 4, 5, 6 лет, что они останутся в России, разобьются и будут здесь продаваться. Потому что всегда побеждает и остается на рынке тот бренд, который по отношению цены и качества людей устраивает. Если у людей устраивает качество, если они не плюются от этого бренда, если они понимают, что он стоит своих денег, то он всегда приживется. Это же физика. Ребята, еще раз спасибо огромное. Не поздайте на самолет, хорошего полета, мягкой посадки. Приятно было с вами познакомиться, увидеться. Взаимно, спасибо. Всем пока. Ребята, пишите, звоните, комментарии не забывайте. Пока-пока.